Здравствуйте, дорогие друзья! Вы пишете в Facebook вопросы к Борису Михаилу Лайтману, я их задаю. Кто все-таки автор книги «Зор»? Раби Шимон или коллектив авторов, его друзей в количестве десяти? Как можно писать вместе? Не представляю. Дело в том, что книга вся, она Раби Шимона, которая пропущена через его учеников. Потому что Раби Шимон один бы не смог тоже написать. Он должен это все пропускать через них, и все они обговаривают, каждое свое впечатление и так далее. И после этого, совмещая все это вместе, не дополняя, а когда они собираются все вместе в одну единую группу, в одно единое мнение, выше каждый над собой, на следующий уровень, где они становятся как бы одним автором, одним человеком, это так пишется. Там было сказано, что Раби Шимон говорил, а Раби Аба записывал. Что значит записывал? Дело же не в физической записи. Дело в том, что они достигают такого состояния, когда свет пишет в них, белый свет на черном фоне, пишет это все. Просто это все записывается, как на костях, что ли, говорится так. Поэтому это труд коллективный одного человека. Но это не Раби Шимон один, это когда они все как один. Поэтому в нем силище такая в этом труде, да? Да. Именно поэтому. И его воспринимать надо так же, да? Если читает только один человек, не имеет никакой пользы от этого. Для этого нужно собраться десяток людей, миньян, и вместе читать, и вместе собираться, тоже в одно единое целое. И тогда ты будешь в каком-то масштабе, в какой-то мере ощущать то, что они ощущали. То есть таким образом ты будешь считывать текст. Ты проникаешь в книгу «Зор» или книга «Зор» проникает в тебя? Ну, в общем, книга «Зор» – это свет, который вокруг нас. И поэтому в той мере, в которой они соединяются вместе, читатели, то они дают этому свету возможность войти в их общее сочетание и его форматировать. И из этого получается ощущение книги. И в Торе так написано, что это белые буквы на черном фоне и так далее. То есть вот таким образом. Почему белые буквы на черном фоне, а не черные буквы на белых? Это свет на желаниях, конечно. Он так описывается.